Люди живут в помраченном состоянии сознания. У них нет глубокого понимания себя и окружающей действительности. В этом и состоит наша проблема. Проблема человечества. Нашему сознанию не хватает глубины. Это все равно, как ехать на машине в густом тумане. Дорогу вроде бы и видно, вроде бы и нет. Я полагаю, что человечество сбилось с пути. Заблудилось в чаще сомнений, избытка информации и недостаточности сознания. И мне кажется, что задача вновь обрести единство. Вернуть его будет не из легких. Для этого потребуются усилия лучших умов нашей планеты. Мы не замечаем серьезности положения. Не отдаем себе отчеты в происходящем. Потому что каждый из нас погружен в свои фантазии, в свои собственные проблемы. Это очень печально. Мы не учим человека быть человеком. Мы учим добиваться успеха в мире материального. Учим зарабатывать деньги, славу. Обеспечивать себя материальными благами. Образование не ставит перед собой цели вывести человека на более высокий уровень сознания. Пока же люди живут, играя, тратят слишком много сил в погоне за материальными благами, стремясь достичь максимально возможного качества жизни. При этом качество жизни они видят исключительно в материальном. И не ищут его внутри себя. В результате складывается некая общая концепция, стадная концепция, в основе которой лежат расхожие шаблонные суждения и рекламные слоганы. Мы не знаем, сколько информации способен вместить наш мозг. Но совершенно очевидно, что у него есть предел. Но при этом каждый день нас буквально бомбардируют информацией. Постоянно, без конца. Это все равно, как если бы человек, если перевести этот пример в плоскость органики, ел бы столько, что пища не успевала бы перевариваться. Его бы раздуло, и в конце концов он бы лопнул. Ну а поскольку в нашем случае речь идет об информации, человек просто теряется под ее потоками и не видит реальность такой, какая она есть. Один мыслитель античности говорил, «Я мыслю, следовательно, я существую». На мой взгляд, он заблуждался. Никто из нас не мыслит сам. За человека это делает получаемая им информация. Каким образом эта информация попадает в мозг? Не через сознание, но через подсознание. Действительно, как работает самое лучшее рекламное агентство, задействованные, например, в президентской предвыборной кампании. Они стараются, чтобы их посыл как можно сильнее засел в мозгу электората. А для этого он должен идти через подсознание. В результате в нас накопливается неосмысленная информация, настоящий информационный мусор. Дело в том, что эта самостоятельность, этот основополагающий чип, то, что в религии, возможно, называется духом, утерян, у человека нет связи с этой своей составляющей. Говорить же о принятии решений самостоятельно, когда человек не умеет контролировать своих эмоций, своих страстей, это смешно. Мы недостаточно открытые, недостаточно внимательны, чтобы отдавать себе отчет в происходящем. Я часто вспоминаю великого ученого, сэра Артура Эллингтона. Он говорил, что человек может видеть только то, что есть в его сознании. Он имел в виду восприятие. Он утверждал, что человек видит не то, что находится вне его, а своего рода фотографию этого, сделанную его сознанием. Многие люди, многие ученые разделяют эту точку зрения и полагают, что реальность нельзя ощутить непосредственно, потому что каждый человек погружен в свой, собственный мир. Наше восприятие неполноценно. Каждый из нас живет в собственном мире, в мире своих фантазий. Человек должен быть гораздо внимательнее, чтобы увидеть реальность такой, какая она есть. Но это очень сложно, потому что нас этому не учат. Например, наше тело представляет собой организованную структуру. Все органы, все части которой, должны поддерживать между собой взаимосвязь. Если какой-либо орган по какой-либо причине обоссабливается от мозга, может начаться рак. И, что самое любопытное, то же происходит и с большими предприятиями. Почему разоряются корпорации? Из-за энтропии. Они не могут поддерживать свою корпоративную структуру, свое тело. Не могут сохранять гармонию из-за плохой связи. Связь пропадает, и корпорация разваливается. Со странами и правительствами происходит то же самое. Вы знаете, меня очень занимает тот факт, что в нашем мире совсем не осталось мыслителей. Их больше нет. И это при том, что в Древней Греции не было университетов, не было дипломов. Сегодня в нашем мире масса людей с высшим образованием, с первоклассными дипломами, но мир никогда еще не был так плох в том, что касается братства, умения жить рядом друг с другом, высших духовных ценностей. Так что же происходит? Все правительства мира с их министрами и советниками состоят из отличников лучших университетов. Но они не могут заставить мир идти в правильном направлении, не могут помочь людям понять друг друга, не могут сделать мир гармоничным. Проблема в том, чтобы видеть реальность такой, какая она есть. Развивать способность воспринимать, стремиться к более высокому уровню сознания. Это то, над чем я работаю, то, что я делаю, то, что более всего меня интересует. И это центральная тема моих книг. Я полагаю, что в столь отчаянной ситуации как это. Единственное, что может сделать человек, это погрузиться в свой внутренний мир, познать себя, изучить себя и свой образ жизни, понять, почему он делает одни вещи и боится делать другие. и обрести, таким образом, более глубокое видение жизни, научиться острее различать фантазии и реальность. letztом до Gabрикин. Субтитры подогнал вернулся, Здравия.